Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала, подписчики. Сегодня я хочу вам рассказать, как обрезка влияет на цветение пеларгонии. Я вам хочу показать четыре куста. Вы, наверное, обратили внимание, что они совершенно разные и по форме, и по цветению. Этим четырем пеларгонием ровно год, но цветения у них совершенно разные. В чем же причина? А причина в обрезке? Все нужно делать вовремя. Что касается вот этой звездчатой пеларгонии, извините, не могу сказать ее название, потому что покупала на рынке, и мне женщина не сказала, какое название, то есть она не знала, скорее всего, сама. И эта пеларгония у меня просто безымяшка. А вот сага. Обе эти пеларгонии я обрезала в середине февраля. И, как видите, цветение обильное, и длится оно уже третий месяц. То есть, как начали они в начале апреля цвести, так не переставая цветут и цветут. Сначала было скудноватое цветение, одна, две, три шапочки, но сейчас, как видите, вот такая красота. А что касается вот этих пеларгоний, Болт, Голт и Оливер Валфайр, то я их обрезала в апреле. То есть, по осени я их не обрезала. Ну, почему-то посчитала, что они низкорослые. Ну, и зачем их обрезать? А они вымахали у меня достаточно большими к апрелю месяца, и мне ничего не оставалось делать, как их обрезать. В результате этой обрезки, как видите, они только-только начинают зацветать. А сейчас у нас уже конец июня. Посмотрите. Вот Оливер Валфайр. Правда, цветоносов достаточно уже таких молоденьких, но только-только цветет. То есть, наслаждаться цветением я не смогла. Хотя, кустик такой аккуратненький, компактненький, да? Точно так и Болт, Голт. Цветоносов, как вы видите, много. Но это только цветение начальное. Поэтому, друзья, как бы это видео на перспективу. Если вы хотите, чтобы ваши пеларгонии свели как можно раньше и как можно дольше, то есть, с середины хотя бы весны и до поздней осени, тогда нужно обрезку делать или по осени, или в середине февраля. И тогда вы получите вот такое обильное цветение. Но если вы их обрежете позже, то цветение будет, и оно будет обильное, но наступит оно намного позже. Если вы согласны или не согласны, то расскажите свои истории. Поэтому для себя я сделала вывод, что все-таки с одной стороны, конечно, очень хорошо, когда у нас вот так вот цветут обильно и долго, ну а с другой стороны, конечно, чтобы продлить вот это цветение, можно их обрезать и в два этапа. Часть пеларгонии мы обрезаем, как я уже сказала, осенью и в середине февраля, ну а вторую часть в апреле месяце. И тогда мы получим такое двойное цветение непрерывное. Я уже хорошо знаю из своего опыта, что вот эти пеларгонии, которые я обрезала в апреле, будут свести у меня до Нового года. Поэтому, друзья, выбирайте сами, когда все-таки лучше обрезать вам пеларгонии. Думаю, что этим видео я смогла ответить на многие вопросы, которые мне задавали по поводу цветения. Да, кстати, хочу вам сказать, подкармливала я эти пеларгонии. Все одинаково, независимо от обрезки. Важную роль для цветения, как видите, играет не только подкормка, но и обрезка. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения. До следующей встречи. А я с вами и прощаюсь, и, как всегда, говорю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok